Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики нашего канала, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович, и сегодня со мной на скайп-связи политический аналитик Александр Кочетко. Александр, здравствуйте, рад вас видеть. Добрый день, соимно. Но в последнее время вынужден в основном выступать как специалист по ракетно-ядерному вооружению. Вспомни, так сказать, чему меня учили и чем я занимался значительную часть своей жизни. Александр, об этом обязательно будем сегодня говорить. Как раз наше сегодняшнее общение, оно происходит буквально за несколько часов до начала выступления Владимира Путина, во время которого он объявит, скорее всего, об аннексии новых украинских территорий, что вполне ожидаемо и соответствует риторике бункерного старца последних лет. Но не только поговорим о последствиях этого решения, но и проанализируем те события, которые этому предшествовали. Ну, например, Северный поток и те взрывы, которые произошли, авария, диверсия. Ну, уже очевидно, что это была диверсия. Кто выгодополучатель, будем разбираться. А по-римски Франциск сказал о том, что уже началась Третья мировая. Учитывая, что и Святому Престолу присущи определенные шпионские интриги, попробуем разобраться, что имел в виду Франциск. Ну, и также поговорим о угрозе ядерного удара и сценарии, которые могут быть реализованы в краткосрочной перспективе. Поэтому вам слово. Я столько, так сказать, тему услышал, что понял, что в ближайшие сутки мы не расстанемся. Но если серьезно, то, что там должны быть какие-то объявления, заявления и все такое прочее, вот честно говоря, не вызывает ни малейшего интереса, потому что события, которые наперед известны, которые не ведут ни к каким реальным последствиям и которые являются временными фиксациями каких-то общих процессов, не представляют реального интереса. Единственное, да, я вот тут восхищен, снимаю шляп, ну, восхищен в кавычках, я сегодня, как и все прогрессивное человечество, знали о существовании некого отдельного народа Запорожской области, некого отдельного народа, народа Херсонской области, ну, еще, очевидно, каких-то там вывыких кокошей или там еще, я не знаю, какие там еще народы будут изобретать Кремль. Но это полный бред. И о тех указах, которые предшествуют решению, там, коллективному решению об аннексии наших территорий, вот таким для некого дурного благообразия понадобились указы о признании референдума как волеизъявления народа областей. Вот такого понятия, как народ, области в мировой цивилизации до сих пор не существовало. Кремль его ввел, ради бога. Ну, какой-то там продуктивный вклад, продуктивный вклад в развитие мировой цивилизации. Ну, кстати, Александр, что интересно, вот область, это же понятие, такое категориальное понятие. Абсолютно внутреннее. Это абсолютно внутреннее, абсолютно искусственное, меняемое внутри себя административное устройство любой страны. Это внутренний документ, который меняется, ну, чуть ли не по прихоти, ну, во всяком случае, исходя из экономической, прежде всего, ну, и демографической целесообразности. Это система управления, ну, никак никакого отношения там с революционным процессом, нациям и народностям и так далее, уж не говоря о самоопределении, не имеет, и иметь не могу. Поэтому я хочу сказать, что просто крем давно вышел за рамки здравого смысла, и он сейчас действует в режиме вот этого испорченного ребенка или умственно неполноценного, который тоже ведет себя как испорченный ребенок, который падает на пол, сучит ножками, ручками, кричит «хочу». Вот «хочу» признание величия. Вот он упал на это самое, и кидает там всякие игрушки в разные стороны, в окружающих взрослых людей. Вот сейчас он рассуждает о том, что он готов кинуть свою ядерную игрушку, и ему кажется, что это каким-то образом поможет. Хотя, на самом деле, наоборот, и взрослые это прекрасно понимают. Когда кто-то говорит о мировой войне, которая там началась, ну, это не так. Не может, мировая война, когда с обеих сторон, ну, приблизительно равная сила, равная соперника, но не может, не до империи с ничтожным, там, трехпроцентным экономистским потенциалом, со старой техникой, отсутствующей организацией управления своей собственной страной, она не может тягаться с цивилизованным миром. Это какой-то абсурд. Нет никакой третьей мировой войны. Есть страна-террорист, которая ведет себя как шпана из подворотни, которая высунулась, и мир очень долго как бы дозревает до применения всех необходимых мер, чтобы поставить эту страну на место. Причем поставить на место путем раздробления ее на мелкие безвредные кусочки. Вот других лишений ее, то есть, как ядовитых зубов в виде ядерного оружия. Вот о чем идет. Не война. Не война, просто мир встанет перед необходимостью раздавить гадину. Естественно, слон может раздавить кобру, в которой есть ядовитые зубы. Но для слона это небольшая проблема. Ему надо таки собраться с мыслями и пониманиями и наступить на эту кобру. Вот идет о чем речь. Что касается результатов референдума, аннексии и все прочее. Зачем это Крым делает? Единственный вариант, хоть какие-то типа позитивные результаты своему же электорату втюхать, вот это вот простые низменные инстинкты украли и теперь стало нашим. Вот на 120 тысяч квадратных километров территория России, которая и так не условно. Согласитесь, что это не вызовет такого эффекта победобеса, который наблюдалось в России после аннексии Крыма в 14-м году? Естественно, нет. Крым без жертв. Без мобилизации. Да, как они сами называли, отжатый, типа элегантный и все такое прочее. И это некая здравница, куда они с удовольствием ездили. Но сейчас-то они видят, что они отжимают и аннексируют территорию, на которой идет война. Территория, на которой мы наступаем, возвращая ее к себе. Тут какая радость. Тут какая радость. А честно говоря, для меня распад России первый. Первый шаг к распаду России – это как раз именно мобилизация. Это, поскольку она коснется каждой, если в отличие от контрактиков. Ну, понятно, человек сам, это собственное решение. Он рискует, понятно, его родные и близкие понимают, что он может погибнуть или быть раненым, искалеченным. Но когда речь идет о мобилизации, принудительном процессе, в таком масштабе, который коснется, ну, через родных близких, через хороших знакомых, любой, каждой российской семьи, то, да, поток гробов, мешков, так сказать, по частям, где они, частичная же мобилизация, тут они там будут нафаршированы по частям в разных мешках, будут возвращаться домой. И, соответственно, вот это вызовет всякое внутреннее напряжение, которое в конечном итоге и приведет к распаду России. Мы живем в сложное время. Никто не должен, да и не будет обращать, во всяком случае, уж в Украине точно носить заявление, идиотские шаги типа аннексии. И руководство страны стоит на твердой позиции. И вооруженные силы, абсолютно не обращая внимания, не интересуясь, продолжают свои наступательные действия. Я вот, например, значительно больше жду интересных новостей из-под Лимана, Украины, Донецкой области. Нашей Донецкой области никакой не дырят. Чем из Кремля. Кстати, по поводу Лимана, утро 30 сентября лично у меня началось сообщение в Американском институте изучения войны. И аналитики сообщили, что украинские войска, вероятно, уже взяли в окружение, в российскую группировку в Лимане. Ждем очередной перегруппировочки. Там, тут даже с перегруппировочкой, там значительно сложнее, поскольку речь уже идет об оперативном окружении, то есть под огневым контролем и перерезали наши диверсионные разведывательные группы, перерезали единственную дорогу, по которой можно было подтащить подкрепление, ну и вытащить оттуда тех, которые там сейчас находятся, российские войска, подразделения БАС-13, да, вот и вытащить его оттуда крайне затруднительно, то есть я жду хороших новостей к аннексии, которая заключается в окружении, разгроме и пленении значительной группировки врага. Вот эти новости, да. А то, что они там, какой глупостью они обзовут, то, что они пытаются сделать с нашими территориями, на которых, я подчеркиваю, по факту идут боевые действия, это тот еще, знаешь, это подарок на день рождения в виде гранаты с вынутой чекой. Отличный подарок. Пускай продолжают. Александр, я знаю, что вы внимательно следите за тем, что происходит на фронтах, вот исходя из тех тенденций, которые лично вы наблюдаете, какие уже выводы можем сделать, беря во внимание также и те сообщения о предоставлении со стороны Пентагона международной помощи в виде тех военных пакетов, о которых уже было объявлено. И, кстати, на этой неделе в Украину тайно приезжал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, он об этом сообщил уже постфактум и сказал о том, что он провел встречу с Алексеем Резниковым и будут увеличивать военную помощь Украине уже в следующем, 23-м году. Ну, что я могу сказать? Во-первых, я с чувством внутреннего удовлетворения могу констатировать, что наша командование, военная команда, действует разумно, прагматично, не пытаясь каким-то образом подыгрывать политической конъюнктуре сегодняшнего дня. Вот они нормально делают свою работу, не торопятся, чтобы, к примеру, к какому-то сроку или к какому-то событию, к той же аннексии что-то сделать. А работают планомерно, то есть идет наступательное действие на Лиманском направлении, это Уганская, там, север, часть Донецкой области, идет планомерная оборона на Бахмутском направлении, и там особого продвижения нет. Идет концентрация сил на Херсовском направлении, и такие небольшие-небольшие действия, но в основном позиционные, осмысленные действия наших вооруженных сил во главе с нашим достаточно здравомыслящим командованием, профессиональным. Что касается помощи и так далее, и так далее. Хочу обратить внимание, что вот в последнее время, тут даже шум пошел, что Штаты как бы значительно меньше стали поставлять на какой-то помощи, но объясняю. Готовилось наступление Харьковское. Под него выгребли всех, условно говоря, за крома, и перебросили в первую очередь. Естественным образом возникла определенная пауза в поставках, но то, что было нужно для наступления, мы увидели, что оно сюда попало. Дальше как бы меняется немножко логистика, она становится шире. Сейчас такое естественное проседание у Штатов должны компенсировать наши европейские партнеры, системы МРЛС, читай те же «Хаймарсы», только в двойном пакетном варианте. Сейчас нам будут поставлять европейцы, слава богу, вместе с необходимыми ракетами. Все эти разговоры дадут, не дадут, а так МС длинной, большой дальности, они вообще на самом деле достаточно надуманы, поскольку вот Штаты хотят, дадут, Штаты не дадут. А в мире это находится там, как минимум в девяти странах эти ракеты находятся. У нас установки-то уже есть, слава богу, да? А эти ракеты находятся в девяти странах, которые вполне независимы, самостоятельны. И я ни секундочки не удивлюсь, если такие ракеты нам предоставят. Или уже частично начали предоставляться. То есть все, что нам необходимо, особенно после аннексии, в том числе и для ударов по территории России по военным объектам, на большую глубину, у нас появится. У нас есть окно оперативное где-то две-три недели, пока основная волна вот этих могилизованных прибудет на фронт. Тут можно к этому делу нормально подготовиться, в том числе и к возможному повторению атаки с территории Беларуси. То есть мы к этому должны быть готовы, мы к этому реально готовимся, укрепляем направление возможных атак со стороны агрессора. И наша задача, чтобы вот из тех 300 тысяч, которые они вроде бы уже набрали, чтобы как можно быстрее 1100 вернулось частично рассортированными по пакетам, тогда в России начнутся процессы, на которые мы все надеемся. О том, что 100 тысяч уже сформировали, еще будет 200 формировать. Но тут еще вопрос, а реально какая вот задача поставлена, сколько могилизировать людей, потому что мы... Кремль подставил задачу без верхней границы. Кремль подставил задачу без верхней границы, будут грести столько, сколько они считают нужным, для того, чтобы забросать Украину пушечным мясом и добиться победы конвенционным оружием. В первую очередь конвенционным оружием за счет превосходящей численности. Поэтому именно сейчас угроза ядерного атаки является минимальным. До тех пор, пока Кремль считает, что с помощью могилизации сумеет нас победить просто так, угроза ядерного именно сейчас как раз минимальна. Вот они сейчас собираются там пешионами, не знаю, подводами. Ну так много разговоров относительно применения ядерного оружия как раз именно сейчас. Вот вы говорите, что такая угроза, она минимальна в этом периоде. Она минимальна, ну потому что в основном говорят об этом не специалисты, об этом в основном говорят политики. И политикам почему-то представляется вот это ядерное оружие, ядерная боголовка, что-то вроде обреза из-под полы достал и начал шмалять по всем этим военным комиссарам, которые оказались под руком, как произошло в Устилимске. Да нет, там сложнейшая организационно-технологическая процедура запуска в действии ядерного оружия. Поскольку это оружие сдерживания, это оружие сдерживания. Создавали его в Советском Союзе, создавали, координируясь с Соединенными Штатами Америки, основным, так сказать, врагом-соперником в период холодной войны. Поэтому и существует так называемая горячая термоядерная линия, которая и сейчас раз в два дня, по той информации, которая у меня есть, Вашингтон связывается с Москвой по этой горячей линии. И, так сказать, увязывают необходимые вопросы, все ли у вас в порядке с головой, и все ли у вас в порядке с ядерными войсками. Значит, применить, даже подготовку произвести к применению ядерного оружия незаметно, невозможно, невозможно от слова совсем. Поскольку боеголовки не пристыкованы к ракетам, только в подводных лодках они находятся на ракетах. Но подводные лодки – это стратегические ракеты. Стрелять стратегической ракетой по Украине, ну, и полетных заданий таких не придумывали. При Советском Союзе никому в голову такого не пришло. А все ядерное оружие России – это наследие Советского Союза. Да и стратегическая боеголовка – это удар абсолютно по территории России, по факту, по территории стран НАТО, которые находятся в Черноморском регионе. И последствия это коснутся всех. Вот даже тактическая ядерная лужа, которая отличается от стратегического, чисто мощностью. В тысячи раз меньшая мощность. Но любое применение коснутся всех стран. Поэтому страны НАТО, Соединенные Штаты в первую очередь, считают, что это будет любое применение, даже тактического ракета. Просто стратегическое можно отбросить как нереальный. То есть, в техоряде даже запустить этот механизм невозможно? Невозможно. Невозможно. Я говорю, боеголовку вытащить на 5 метров из хранилища, долговременного хранилища, они хранятся в хранилище, потому что там жесткие условия по температурному режиму, по влажности, по всему прочему. На 5 метров вытащить, уже со спутника все это видно, потому что они известны, где и находятся. Спутники висят над этой территорией, и боеголовка фонит. Ее надо в специальном контейнере. Чуть-чуть, но фонит. В специальном контейнере, то ли в специальной автоколонии, то ли поездом везти на позицию. В Сибири, там, как правило, они находятся за Уралом, хранились. В общем, такой процесс, который видно, и он длительный достаточно. Достаточно длительный. И это сразу сверкается. И Соединенные Штаты оставляют за собой право, поскольку они считают применение нападения на все страны НАТО, либо превентивно раздубасить такую боеголовку, еще на подходе к позиции, раздубасить с помощью высокоточного неядерного оружия, либо, если по каким-то причинам не примут такого решения, то в ответ на применение тактического ядерного оружия они готовы, опять-таки, обычным оружием уничтожить все оккупационные силы, которые находятся на территории Украины, включая Крым. Такие сценарии, то Кремля, то везены. То есть они знают, чем это грозит. Они прекрасно знают, что спрятать нельзя. Даже самолеты подняли. Три-четыре самолета сейчас летают, которые очень точно фиксируют изменения. Женя Сталеван, советник Кайбадина по вопросам нацбезопасности на пресс-брифинге, сказал о том, что мы Россию предупредили. Да, то есть невозможно втайне, то есть под полы, применить, и даже подговорить, процесс приведения в боевую готовность, вот чтобы нажать там красную кнопку, предварительный этап приведения ядерных сил России в полную боевую, не повышенную, как уже несколько раз, а полную. Это значит, всех офицеров забрали из семей, в часть, дежурную смену, в бункер, бункер закрыт, связи... Ну, это такая... Полстраны кверх нарвашками стоит, ну, как это можно скрыть? Потом там процедура, там Путин клацнул на кнопку и полетел, а не полетел. Подтверждение там начальника генерального штаба, министра обороны, начальника ракетного и мастер-дивидского назначения, дальше командира дивизии, и пошло так, и в конце два офицера в отдельных местах комнаты, одновременно они тренируются на это, одновременно нажимают кнопки после прохождения определенной команды. И вот зачем вот этим офицерам, даже на уровне дивизии, умирать, потому что в ответ точно прилетит, умирать за какие-то там фантазии, я формулирую так, что чем ближе там рука Путина тянется к красной кнопке, тем ближе рука его окружения к заветной табакерке. Потому что вот тут как раз они, тут его как раз будут останавливать. Но на сегодня они стращают мир, не ориентирующийся в этих достаточно специфических ядерных вопросах, стращают мир, но надеются завоевать нас обычным путем. Отрезать кусочек, аннексировать, отодвинуть наши войска до границ областей, выторговать перемирие, получить паузы там полгода, подготовить новые войска, новое пучечное мясо и опять продолжить наступление. Вот стратегия. А ядерное оружие – это пугалки. Это пугалки, тем более, что сколько-нибудь реальных целей в Украине для ядерного оружия, даже тактического, нет. Вот как это не цинично звучит, но все, что можно разрушить, они способны разрушить обычным оружием с помощью вот этих самых псевдобаллистических ракет, баллистических ракет «Искантер», калибров, ну и так далее. То есть объектов, подчеркиваю, для применения ядерного оружия в Украине нету. А любое применение, даже тактическое, удар по своим. То есть условно говоря, ты где-то там под Киевом в какую-то теплоэлектростанцию бахнул, и у тебя местно проблем в Крыму, в Херсонской, Запорожской области, в Ростовской области и так далее, и так далее. В России, слава богу, еще есть люди, которые понимают, что это не хуже меня. По поводу Соединенных Штатов Америки, которые могут раздубасить, любим мы цитировать Бена Ходжеса, американского генерала, бывшего командующего войсками США в Европе, и после видеообращения Путина, в котором он объявил вот эту тотальную моделизацию, Ходжес сказал, что Соединенные Штаты Америки могут нанести неядерный удар в ответ на применение ядерного оружия со стороны России, и будут наноситься такие вот удары по крымским базам, и вслед за русским кораблем отправится и Черноморский флот. А почему выбраны именно эти объекты? Дело в том, что это наиболее чувствительное место для российского руководства. Не знаю, с чем это связано, но это факт. Путин имеет какую-то нездоровую страсть к Крыму. Я это знаю, потому что еще в период президентства Януковича он с ним договаривался о том, чтобы он готов, это называлось, своих денег приближенных олигархов, Тимченков, Ротенбергов, он готов был порядка 800 миллиардов долларов вложить в Крым, чтобы сделать из него некую здравницу под его контролем. То есть юридический Крым как бы оставался украинским, но экономически туда заходила полностью Россия большими деньгами. И поэтому как раз семья Януковича дала срочно там скупать какую-то собственность, чтобы потом заходящим россиянам с наваром перепродать. То есть некая нездоровая тяга к получению контроля у Крыма у него была. И вот Крым как больное место в больном сознании Путина, плюс это таки, да, действительно создана легенда там славе русских моряков, какая там стала особая непонятная, ну, разве что затопление двукратных кораблей, ну, и ход же опоздал в том смысле, что они уже драпанули в основном. Их ход в основном драпанул из Севастополя в Новороссийск. Но группировка там серьезная. Групировка там серьезная и удар по ней это будет серьезнейший разгром, который ускорит дезинтеграционные процессы в России. Любое поражение, и чем оно масштабнее, и чем оно сакрально чувствительнее, а Крым это сакральная для них территория, тем больше он ускоряет процесс распада России, все внутренние противоречия, в общем, распространение разъяренных женщин Дагестана на всю территорию России. Ну, как видим, эти протесты не ограничились только Дагестаном и обсуждали политики, аналитики. Одни высказывали версии, что это может перерасти в более масштабные протесты уже в других регионах, но, как видим, ограничилось Дагестаном, как-то все поутихло и было там сообщение о том, что якобы Путин приказал Кадырову пресечь эти протесты. Ну, по той информации, которая у меня оттуда поступает, во-первых, не прекратилось, например, нечто подобное начало происходить в Туре, то есть вот эти национально-автономные области, они будут сопротивляться активнее. Дагестан просто очень много они отправили по первой в контрактную армию и они как раз жители Дагестана не понаслышке точно знают, что их тут ждут. Отнюдь не победное такое парадное шествие, они точно знают, какая магнилизация их там жилет, и поэтому такое нежелание. Насколько мне известно, там как бы притормозили именно в Дагестане, именно из-за протестов, их, конечно, давят, но притормозили вот эту вот массовую магнилизацию именно в Дагестане, именно в связи с протестами. Поэтому там баланс, не способны они все полностью задавить. А реальные вспышки недовольства начнутся тогда, когда в массовом порядке начнут отгружаться именно пакеты с остатками, с частями магнилизованных людей, поскольку их же насильно, те, которые контрактники, добровольно. Понять это, в общем-то, можно. Это выбор человека, и себя его понимают, он деньги зарабатывает, а этих заставили, они этого не хотят. Вот тут начнет бурлить, но цифра от 100 тысяч, порог чувствительности в этой империи, это цифра от 100 тысяч начинается, 50 тысяч для них, тем более контрактников, не значит ничего. 100 тысяч мобилизованных, хороший вклад в дело распада России в виде, частичном, в виде, так сказать, в частичном виде. Распад России, если же мы говорим каких-то географических признаков, в каких регионах вот эти бурления, о которых вы говорите, они будут проявляться и начинаться более активно, но Дагестан, да, а еще Татарстан, возможно. Любые компактные национальные образования, Татарстан один из первых, поскольку там масса претензий к Москве по поводу справедливости распространения и распределения экономических благ, у них есть своя нефть, они, в общем, давно бы уже мечтали каким-то образом самостоятельно распоряжаться. Все, что касается сибирских там, Якутия, Чуваши, Тува, вот тут национальные эти самые, тоже будет немедленно поднимать голову обязательно. Я, честно говоря, считаю, что первый, кто затеет распад России, это будет, несомненно, Чечня во главе с Кадыровым, во главе, восточные люди ничего не забывают, их месть не бывает скорой, но она бывает чрезвычайно ядовитой и чрезвычайно показателем. Я, например, считаю, что именно Кадыров, именно он возглавит, то есть он объявит независимость в Чечне, что и начнет, в общем-то, парад внутренних суверенитетов. Тот Кадыров, который ранее призывал самомобилизоваться, а потом сказал, что Чечня не будет принимать участие, так как все планы перевыполнили, на ней обмогилизация, то есть это был тонкий намек определенного неповиновения в адрес... Да, он достаточно самостоятельный в высказаниях и в действиях, ну и восточная доблесть, восточная доблесть заключается в том, чтобы воткнуть кинжал в спину суверену именно в тот момент, когда для него это совершенно неожиданно и чрезвычайно болезненно. Так что я в этом смысле на Кадырова абсолютно рассчитываю. И другим центром, так сказать, распада, несомненно, будет Питер Москва. Вот там начнется определенные процессы, определенные процессы, и продуцировать их будет генерировать недовольство к зажравшимся столицам, зажравшимся столицам, в которую, так сказать, начнут понаезжать раздраженные там стулы с Курска и прочих окрестностей, да, и там начнется изрядная буза, они там начнут громить магазины зажравшихся москвичей и Питерсов, да, и вот там начнется, и я вот то, что сейчас рассказываю, Вадим, это не мои там придумки, вот этот сценарий мне рассказывали в МВД Российской Федерации в свое время, когда я один из руководителей МВД Украины, приезжали, мы там общались, ну, в те времена, когда у нас были нормальные отношения, мы общались, и они эти сценарии рассказывали, мне рассказывали о том, что если мы, говорит, сутки, за сутки не разгоним Майдан в Москве, то все, мы его не разгоним никогда, поскольку подъедут, подъедут вот эти вот из окружающих областей, да, галотные, и раздраженные грабить Москву, а я автоматически, говорит, достанут оружие нашей преступной группировки, которая в Москве находится, и это будет кромешная одувь. У нас есть сутки, рассказывали они нам, коллеги с коллегами делились своими, так сказать, горестями и радостями, да, поэтому то, о чем я рассказывал, это правда. То есть Рамзан Кадыров для Путина станет тем, кем стал для Юлия Цезаря Брут? Безусловно, безусловно. Только еще коварнее, изощреннее, изощреннее. Не думаю, что у Брута на физиономии была та ехидная улыбочка, которая будет у Кадырова, когда он этот кинжал, словно политический, будет втыкать в спину коллективному Путину. Хорошо, Александр, давайте уже наконец-то поговорим с вами о Северном потоке, действительно громкая нашумевшая тема, и вы у себя на своей странице в Фейсбуке сказали, что это событие весьма важное, многое меняющее в дальнейших раскладах войны, поэтому разобраться действительно имеет смысл, поэтому мы начинаем разбираться. Докладываю. Первый случай, первый случай, когда серьезный, инфраструктурный, страшно дорогостоящий объект, принадлежащий нескольким странам, по факту, то есть это и Россия, это и европейские страны, вовлеченные в этот консорциум Северный поток, вот когда это без объявления каких-либо предупреждений и всего такого, раз и разрушается внезапно, совершенно очевидно, диверсионным путем. Вот такого еще не было. Было нечто подобное, когда Саддам Хусейн в Ираке бомбил нефтепромыслы, в Куэйте целенаправленно, чтобы, так сказать, изменить конъюнктуру рынка, но все равно это имело характер военных действий, ну, так получилось. А вот здесь именно целенаправленное изменение всего расклада, геоэкономического расклада, в первую очередь на европейском континенте и в общем мировом балансе энергоносителей, это, да, событие совершенно небывалое и первый вопрос, кому выгодно, больше всех выгодно Украине. Чем больше российских там важных объектов будут разрушены, тем нам, так сказать, легче. Но дотянуться до Балтийского моря, при всем уважении, у нас и полцитоплодводная есть, но пока дотянуться до Балтийского моря мы не можем. И при всем уважении к спецназовцам, ну, откровенно. Не можем. Нет, а если их туда как-то довезти, они, конечно, задачу решили. Вот довезти их незаметно еще сложнее, чем ядерную боеголовку. А вот штаты легко могли, технологически у них нет проблем. И корабли их там ходят. И Россия могла. У нее есть и дрон, у нее есть и подводные пловцы, у нее есть и роботы обслуживания, которые обслуживают трубопроводы. Есть одна из технологий, запускается для контроля герметичности, запускается в трубопроводы. Устройство, которое сканирует, к этому устройству можно, условно говоря, гранату присоединить изнутри. Если она взорвется, трубопровод будет разрушен, если это будет взрыв изнутри. Вот любые действия, которые происходили с этим трубопроводом, так или иначе обязаны засечь были шведские спецбужбы у шведов, там, давние советские времена еще фишка. Они очень боятся русских подводных водок, они их отслеживают, у них они морскую территорию контролируют чуть не лучше, чем воздух. Вот они к воздушному пространству относятся менее щепетильно, чем они относятся к своим морским границам, и у них периодически охота за русскими подводными лодками, вычисляют и даже бомбят, и даже бомбят глубинными бомбами. Поэтому представить, что что-то серьезное произошло там, и шведы этого не засекли, ну, мне, честно говоря, не представляется другой вопрос, захотят ли они рассказывать о том, что там действительно произошло, но факт остается фактом, факт остается фактом. Полной информации мы так и не получим, но мы видим, что при всех своих там базарах полтовни, именно базарах с подворотни, а применению ее дюжного жужа, богальства и все прочее, вот с той стороны идет дурной базар, а тут тихо, тихо, немирно, но эффективно действия происходят, бах, и нету двух меток трубопроводов. Там рвется, там взрывается. Вот это для всего мира чрезвычайное показатель. Кто-то исходит словесным поносом, а у кого-то происходит быстро, точно, эффективно и предъяву невозможно даже предъявить. Вот это очень правильно. я уверен, что подобными точечными ударами цивилизованные страны метаимперию таки добьют. Что она там не будет рассказывать про ядерную грузь, но ее такими точечными ударами добьют. Это технология, которую можно применять в том числе и против ядерного оружия, в том числе и против лидеров вот этого преступного сообщества страна-террорист, которая аннексирует другие территории, против нее ее руководства как возглавляющих террористическую группировку, тоже можно принять такие очень качественные точечные удары. Мир постепенно до этого дозревает. Кстати, в этой связи было два очень интересных информационных сообщений. Первое, ЦРУ якобы предупреждало правительство Германии, начиная с лета этого года, что возможно какие-то инциденты с северным потоком могут они произойти. И второе информационное сообщение английское издание или Инсайдер или Таймс писало о том, что Министерство обороны Великобритании располагает информацию, что Россия преднамерена с помощью беспилотников подводных и нанесли удары по ниткам этого северного потока. Одна из совершенно логических вещей, мы же помним, там постоянно были разговоры, они уменьшали давление в северном потоке, северный поток 2, с ним понят, в северном потоке 1, уменьшали давление, ссылаясь на какие-то ремонтируемые турбины Семенц, на которые не предоставлена какая-то документация, которая подтверждает какую-то надежность. У Семенца, насколько знаю, глаза на оп вылезли, о чем, собственно говоря, они несут, но Россия, так сказать, уменьшала поставки газа по трубопроводу, находя какие-то оправдания. Почему оправдания? Потому что контракт, невыполнение контрактов в политических целях, можно попасть под штраф, штраф, понятно, что не будет выплачивать Газпром, значит, идет экспроприация его собственности судебными решениями, а поскольку война и тут особенно недоимедальностей, то могут начать отбирать собственность Тупмэн даже в Гасмон, то есть российские правящие верхушки, вот этой очень беспокоят, поэтому они хотели с одной стороны прекратить поставки газа, чтобы, как они считают, можно заморозить Европу, что на самом деле не получится, они хотели бы прекратить так, чтобы к ним не было претензий, чтобы был форс-мажор, поэтому да, они могли, уж когда тема с турбинами, она полдрес исчерпалась и стала выглядеть совершенно неубедительно, то разрушение трубопроводов, диверсия, 100% форс-мажор, газа в Европу не поставляем, но претензий к нам предъявить нельзя, они одни из выгодополучателей этого процесса, ну и третий выгодополучатель штаты, которые, их поставки жиженого газа становятся почти безальтернативными для Европы, то есть их позиции резко усиливаются, а позиции Газкрома резко ухудшаются, то есть выгодополучатели в виде Украины мы, к сожалению, вынуждены надбросить, а вот Россия и штаты, они остаются, ну и честно говоря, не принципиально, вот оно идет именно по тому сценарию, что в России все меньше и меньше рычагов влияния на окружающую действительность остается, и правильно. События Карибского кризиса, не находите? Карибский кризис, вот тут я где-то там писал, что надо журналистам западным, которые волнуются явенной темой, задавать там Путину вопрос, для него Хрущев это лох педальный, или это мудрый деятель, потому что у Хрущева в период Карибского кризиса он был достаточно серьезный, и там действительно, там действительно, в отличие от нынешней ситуации, команда на запуск была бы таки выполнена, поскольку это все происходило на Кубе, оторвано от России и достаточно от Советского Союза, там это было проще выполнить, но у того же Хрущева в первую очередь хватило государственной мудрости, чтобы откатить назад вместе с Кеннеди, президентом Кеннеди, и найти некий компромисс, чтобы увести, не допустить ядерной войны. В данном случае Путин далеко до государственных подходов того же Хрущева, который не был самым умным и прочим руководителем Советского Союза, не считается во всяком случае это. Путин, скорее всего, попытается шантажировать, шантажировать, дошантажируется до того, что обнулят его, России обнулят возможность пользоваться ядерным оружием, а его, в первую очередь, обнулят самого. Вот тут он, понимаете, эта красная кнопка, к ней уже подсоединили два проводочка, да, которые, как в фильме, раз, электрическая дуга, и начинается вот этот плохой, так сказать, доктор зло начинает дергаться под электрический. Как бы нам Путина отправить в Питсунду и найти нового семичастного? Не существенно. Путин воплощении, олицетворении, но он все меньше и меньше влияет на ситуацию, процесс транзита власти, у них таки начался. Им для транзита нужна какая-то зримая победа. Группировка Патрушева все больше, могилизация, это их убеждение, что это поможет. Путин этого с самого начала не хотел. Группировка Патрушева его, так сказать, настояла, переубедила, что иначе полный крах, иначе нас просто раздубасит Украина в мелкие дребезги, без могилизации. То есть транзит власти происходит, Путин отойдет, отойдет, но для того, чтобы он, так сказать, отходил, им нужны победы. Побед у них не будет, поэтому отходить он будет плавно. Но следующая итерация правительства, мы об этом говорили, власти кремлевской, она не будет достаточно разумной, чтобы полностью прекратить войну. Через итерацию, но еще один цикл, все это произойдет в течение года, вряд ли больше, а то и быстрее, а то и быстрее. Вот то правительство, которое придет за тем, которое будет промежуточным после Путина, вот с тем уже можно будет разговаривать про мирный процесс, потому что он будет находиться в середине распада России, в процессе распада России. Но, важно, сценарий таков, у нас еще, да, шантаж, шантаж нас ждет, я могу представить попытку демонстрационного воздушного взрыва где-нибудь над Северным полисом, попытку, вот не знаю, насколько она окажется удачной и произойдет ли она, но Кремль может попытаться, так сказать, продемонстрировать серьезность своих намерений, на это ничто обращать внимание не надо, но я готов прогнозировать, учитывая, что у нас будет жаркий октябрь, не менее тяжелый ноябрь, но в течение этих двух месяцев сценарий, как будет все развиваться, достаточно проясниться, и проясниться на полгода, а то и дальше вперед. Александр, относительно транзита власти, на ваш взгляд, какие политические фигуры, кроме самого Патрушева и, естественно, Путина, стоят у истоков этого процесса? И вот в этой связи не вспомнить нашего главкома Валерия Залужного, который оказался на обложке журнала «Тайм», это также была такая обсуждаемая тема, и в этом интервью он сказал, что победа Украины в этой войне даст возможность набраться сил и подготовиться к той войне, которая уже гребет к следующей войне. Не хотелось бы этого сценария, хотя он все-таки вероятен, то есть поэтапное, поэтапное, то есть военное действие, некое перемирие, Россия накапливает сил и опять идет к нам с очередным этапом войны, этот сценарий к сожалению возможен, но не хотелось бы, чтобы он развивался, поэтому я говорю, что нам нужно такое поражение, которое запустит поражение России, которое запустит дезинтеграционные процессы в России. Сейчас к власти у них могут прийти даже не военно, а исключительно чекисты. Группировка Патрушева, группировка Бортникова и так далее, причем кого они, так сказать, выдолкнут на поверхность в качестве некого, не то, что единолично правящего лица, у них сейчас после диктатора, у них однозначно будет некий полицовет, что-то такая коллективочка какая-то, групповушка какая-то у них пойдет, но там будут править, группировочки будет групповушка, ну понятно. да, у них точно герка ЧП будет с трясущимися руками нечто в этом духе, только трясущиеся губы Бортникова заменяют трясущиеся руки Янаева и сбивчивая его речь, вот сбивчивая речь у них копейка в копейку одна и та же, так вот группировка чекистов, да, они будут с переходным правительством, кого они еще туда подтянут для облагораживания условно каких-то матвиенок подтащат или Меоновых подтащат туда для облагораживания они принципиально туда в такое переходное пролетице даже скобей условно могут войти для облагораживания чего-то такое облагораживание естественно в кавычках когда они сейчас скобей или подобным подобным фигурам дальше вот дальше интересное Поскольку дальше будут, скорее всего, неожиданные фигуры, которые вынырнут из медийного поля, которые вынырнут из интернет-поля и которых мы сейчас даже не очень знаем. И вообще мы очень мало знаем, что там бурлить во всяких тиктоках и в подобных сообществах. Мы там отчасти наблюдаем то, что происходит в Ютубе, но бурление происходит значительно глубже, в том числе в России. Они интернет-то не отключили. И вот оттуда из медийной среды России могут вынырнуть новые люди с новыми представлениями. Я их условно называю коллективной дудь. Вот какой-то коллективной дудь, то есть известный, популярный, но совершенно из другой сферы. Так это было в период распада Советского Союза. Вынырнули известные, популярные неполитики, которые начали говорить некую правду. И это правда вскрывнуло. Все эти Собчаки, Юрий Власов и так далее, штат ГИС. Вот они там раскачиваются. Максим Галкин напрашивается. Отчасть. Вот эти известные, но не интегрированные каким-то образом во власть люди, они будут играть очень серьезную роль в будущем процессе. Не факт, что они придут к власти, но вот раскачивать ситуацию как раз будут такие, как они. Давайте степ-бай-степ. Я сказал, два месяца тяжелых, нервных, нервных нам надо прожить. Нам надо сдержать высыпание на нас очередных кузовов грузовика вот этого пушечного мяса. Это надо пережить, сдержать, продолжить наше наступление и освобождение наших земель. А у них будет происходить то, что должно происходить. Ибо иначе оно происходить не может. И Путин не бессмертен. И Россия в том виде, в котором она не бессмертна. Она не жизнеспособна. Поэтому она точно в этом виде, она точно умрет. Рано или поздно зависит от нас. Чем больше мы их будем долбать здесь, тем быстрее они будут рушиться сам. Ну и, конечно, не забываем, что нам свои рубить. Это главное. Поддерживаем вооруженные силы Украины, потому что они гарант нашей безопасности номер один. Александр, будем завершать. Огромное вам спасибо за этот интересный разговор. Политический аналитик Александр Кочетков был сегодня вместе с нами. Также благодарю всех наших зрителей, слушателей и подписчиков. Все буду Украином. До новых встреч. До свидания. До новых встреч.